И все привет, ребят, с вами Струбак, я сейчас записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике, сегодня вместе с вами мы скатаем на одном из самых нестандартных, интересных и жестких вооружений на сегодняшний момент времени, как вы знаете, устройство Пульсар. Теперь у нас имеют дефолтное количество критов и на сегодняшний момент времени появилась одна очень жесткая комбина, которую мы вместе с вами сегодня попробуем реализовать, надеюсь, что у нас получится дать плотненького контентика и я вам покажу комбину, которая показывает нереально жесткие результаты. Сегодня мы сыграем на пушке Вулкан с корпусом Крусейдер и под это все дело мы возьмем дефолтного Гипериончика, отправимся в самую типичную, обычную матчмейкинговую катку в режиме TDMA, хотя в принципе можно играть в любой режим, наверное, но в TDM, мне кажется, этот Вулкан и комбинацию в целом можно более обширно и вкуснее показать. Ну а вы, конечно же, не забывайте поддерживать данный видос лайком, если вам нравятся подобного рода видеоролики, подписываться на этот канал, ну и, конечно же, участвовать в розыгрыше на 1 миллион кристаллов на 15 тысяч танкоинов, для этого в настройках игры в аккаунтике устанавливайте мой личный такток Тимп, дальше оформляйте покупку в магазине, ну и заполняйте форму, которая есть в описании. Так, ну а мы запикиваемся в бой, я вот только единственное не посмотрел, пульсар у меня одет на Вулкан или не одет, если вдруг у меня сейчас не пульсарчик здесь на Вулкан, а у меня как раз таки не пульсар. Мы быстренько переодеваем это самое замечательное устройство, запикивает меня, похоже, дело даже еще и в начатую катку. Сейчас посмотрим, что у нас там вообще по киллам. Ой, у нас мертвейшая катка, но давайте попробуем, попробуем камбэкнуть мертвую катку. 5 минут у нас остается до конца, хотя 5 минут это крайне мало, придется тогда играть еще одну целую, поэтому ладно, давайте я лучше тогда уж перейти пикну. Давайте тогда уже и быстрый бой. Быстрый бой, раз я уже сказал, что в любом режиме эту комбинацию можно реализовывать, поэтому давайте попробуем попытать удачу, запикаться в быстрый бой и показать максимальную качественную реализацию этой комбины. И результат, честно, вас должен поразить, потому что я, когда первый раз использовал эту комбину и когда давал очень-очень серьезные цифры, я честно офигел. Я офигел от того, что творит этот Крусейдера Вулкан в матчмейкинге на сегодняшний момент времени, особенно с пульсаром, с тем устройством, которое наносит статус эффекты. Да и вообще в целом цифры, которые залетают с этого Вулкана, на сегодняшний день являются очень-очень приятными, еще особенно, когда вот ты пульсарчиком наносишь критический выстрел, да, отключаешь все статус, наносишь все статус эффекты по противнику, ну и дальше просто начинаешь дорабатывать, дорабатывать без шансово уничтожая оппонента. Три килла просто со старту у нас уже имеется, и это только-только начало, вы видите, как жестко наносится статус эффекты по оппонентам. Так, здесь меня, конечно, немножечко начинают раскручивать, не есть это хорошо, но вроде как стабилизировали мы всю эту ситуацию. Угол у Вулкана тоже шикарнейший, под углом можно тут тоже контентика плотненького наносить, ну и вы видите цифры, 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 которые наносит этот Вулкан, боже, насколько они большие, насколько безумные цифры залетают с этим Вулканом по оппоненту. 6 киллов со старту, при этом я еще до сих пор здесь не умираю и продолжаю наносить безумно большое количество урона Сосулендра. Не залетает, к сожалению, чуть надо было дополнительного угла дать по троим, хотел дать быструю Сосулю, но, к сожалению, немножко не получилось, но, конечно, наглеть не надо уже кататься по вражеским респам, это, наверное, уже супер наглость. Нужно чуть-чуть более-менее такую средненькую позицию иметь на карте, и я думаю, что результат не заставит себя долго ждать. Мы будем на максимальной эффективности двигаться и наносить не только большое количество урона, но и иметь очень хорошее количество очков. Также зажимать с Вулкана теперь не нужно, да, поджог довольно сильный, ну и, в принципе, та раскрутка баллона тоже происходит максимально быстро с любым устройством, поэтому вы даже можете не использовать раскручивающиеся дополнительные снаряды. Есть такое устройство, которое там раскручивает эти быстрее барабаны, не помню, как оно называется, но, в принципе, не суть, да, там регулятор какой-то там скорости вроде, если не ошибаюсь, но, в целом, даже не нужно на сегодняшний день использовать подобного рода устройство. Вы можете играть на дефолтнейшем устройстве, да, любом, да, любом, просто абсолютно любом устройстве, но, в моем понимании, пульсар все равно выглядит намного жестче, и реализовывать свою комбинацию. Резистов от Вулкана практически никто не использует, не знаю почему, но это глубочайшая ошибка, да, потому что, если бы у нас было бы больше этих Вулканов в ММ на сегодняшний день, вы бы увидели бы, насколько жестко все-таки эта пушка может бесить, и насколько жестко она может нагибать, потому что я лично очень сильно был поражен, когда сыграл на этом Вулкане. Ну и пока что у нас уже 12 киллов есть, со старту, в принципе, результат очень и очень неплохой, есть сосулендрочка, есть креточки, которые тоже шикарнейшим образом залетают по оппоненту, есть у нас вот боец на Гауссе стоит, я смотрю, тоже тут накидочку оформляет, шикарную сосулендрочку даем по двоим, Викинг въезжает в меня, я, в принципе, могу чуть-чуть оттянуться, попробовать подстрейфить, ну и вот как раз-таки тот самый пульсарчик, который залетает и не оставляет ни малейшего шанса оппоненту на что-либо, при том, что он был на Вика Фризе фулловый, целый, еще и с защитником, и все это в моменте просто улетает, вот есть даже молодой человек с резистом, с резистом, и смотрите, как резист быстренько сейчас уедет, один креточек, просто один креточек, и все, и дома, бесшансовый дома происходит сразу же, даже резист уносится без шансов, 18 на 3, счет мой, это просто шикарнейший результат, у нас еще 9 минут до конца есть боя, и это, по сути, только и только начало реализации нашего шикарнейшего вулкана, который, ну, работает, конечно, не на супер большой дистанции, на супер большой дистанции тяжеловато немножечко, но вот все, что мне надо, это крит, вот сейчас крит залетит, даже без крита, даже без крита, если бы крит залетел бы, я бы его еще быстрее был уничтожен, да, еще бы быстрее бы этот противник уехал на резп, так, здесь, ладно, я уже попадаю под вика фреза, но и то он даже боится, не хочет под меня открываться, сосулендру успел, к сожалению, немножко дать, шикарная была бы сосуля по викингу, и мы бы его точно уносили, 19 на 4, 19 на 4, с такой вот игрой, 19 на 4, счет, что это плохо, я считаю, что это мега жестко, это мега жестко, это очень сильно, 8 минут у нас остается еще до конца, хопера, страйкер с 20-кой залетает по нам, ну и в принципе, наверное, я не удивлен, когда 20-ка вот так вот жестко меня может подразвалить, но это все-таки новый замечательный страйкер с 20-кой, и то, и то, даже эту 20-ку можно спокойненько контрить, так, я через лево залетаю к оппоненту, пытаюсь сейчас быстренько уничтожить пару-тройку танчиков, овердрайв у меня совсем скоро уже должен быть, и тут просто викинг вжимается в меня, он даже уже понимает, что ему лучше вжать Оуди, чтобы не получить супер-безумно большое количество урона, и вот я не зря говорил именно про ТДМ-ку, в ТДМ-ке просто за килл дают большее количество очков, то есть если у меня здесь за 20 киллов 350 очков, то там у меня бы уже было бы 20 киллов по 20, 400, да, 400 очков, то есть у меня уже было бы побольше, соответственно, каждый килл становится более ценным, потому что на этой комбинации вы, скорее всего, не будете возить флаги, вы будете именно кемпить и играть в ТДМ, что и, в принципе, делают супер-большое количество игроков в матчмейкинге, но именно для этой комбинации это самая грамотная и качественная реализация вашего вооружения, а поэтому здесь другой реализации, наверное, делать и не нужно. 24 килла у нас уже имеется, думаю, что, в принципе, можно даже здесь и 50-ку киллов оформить, но вот то, что я здесь в минус упал, конечно, это меня не может не радовать, еще и противник не хочет меня сливать, даже никто не хочет меня здесь уничтожать, хотя я, если честно, был бы даже готов, наверное, сосу лендру дать по оппоненту, чтобы просто бушить контактика плотного, наши тиммейты пытаются здесь увозить флаги, 6 минут у нас остается до конца, 24 килла у меня уже имеется, у нас есть тиммейт, который стоит, кстати, пассивно и накидывает тут тоже урончик на гауссе, вот так викинга с мака через мост заезжает, ну мы ее просто набреваем без шансов, просто бесшансовая залетает контентовая темка, 25 киллов, 6 минут до конца, еще есть, ну на 40 я здесь точно выйду, конечно, с этими дополнительными респами, которые не должно было быть, могло бы быть все намного шикарнее, но есть время на исправление этой ситуации, будем пробовать сейчас все это дело исправлять, крит залетает, шикарно под криточком, я уже даже на фулл горелки стою, я уже даже на фулл горелки стою и все равно работает, все шикарно, все равно работает, все шикарно, еще одного оппонентика здесь обрабатываем, давайте такую сосуленочку дадим, ах, по 0 хпшному танку, к сожалению, дал сосулю, я не знал сколько у нее хп, думал, что он целый, оказался тип нулевый, так, ну ничего страшного, овердрайв-то у нас быстро копится, здесь позицию суперагрессивную в очередной раз занимаем, чуть-чуть можно откатиться сейчас, чуть-чуть откатиться, хотя, в принципе, у меня по расходке все шикарно, можно чуть-чуть попробовать здесь хопперу в спину покидать, который на нитре летит и думает, что ему никто не дамажит, хотя, вот видите, по легким танкам все равно здесь в моменте тяжеловато наносить урон, да, из-за того, что они все-таки имеют больше возможностей на маневренность, и вулкан уже с расстояния не настолько жестко эффективный, так, мамонт пытается на своей зитке мне чуть-чуть накидать урончик, но мы на гиперионе, ребяточки, мы на гиперионе, мы здесь тоже имеем отличные возможности на дополнительный подсейф, 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 но, к сожалению, меня все равно уничтожают. 31 килл, ребят, 31 килл у нас уже имеется, и наш тиммейт, кстати, доставляет второй флаг. Шикарная реализация наших тиммейтов еще в доставках позволяет мне еще больше упарываться просто... Ой, я даже нажал сосулю, хорошо, что у меня ее не было. Пегаус опять слил. По 200 урона, просто затыку по 200 урона. Так, Дикая Смока пытается здесь чуть-чуть мне накидать. Будет ли он выжимать овердрайв, вот в чем вопрос. Я на его месте бы точно этого не делал, потому что статус эффектик просто сработает в нужный момент для меня. И его овердрайв окажется в молочном продукте. Шикарная сосулендра залетает. По оппоненту чуть-чуть шире откатываемся, чтобы прожать полную аптеку. Противник пытается через мост на давление оформить что-либо, но мы накидочку плотенькую оформляем. И креточек бесшансово уносит оппонента. 35 килов на 10 мы уже идем. Три минуты еще до конца у нас имеется. Хорошо, здесь минус не падаю. Если падал бы минус, было бы неприятно. Так, и противник пытается увозить флаг. Пытается, 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 но сливаем как минимум. Наши тиммейты страховочку какую-то сделают. Сейчас попробуем, если что, еще въехать туда же. Под навалить урона, если вдруг будет подбор за оппонентом. Подбор есть, подбор есть. Пробуем, пробуем, пробуем. Добавочки хорошо, четенько обрабатываем. Падает еще овердрайв у нас на центрике. Забираем еще аудишечку. Пробуем поднавалить урончика. По ареса Скарпиону. Уносим его. Бежа с джима кнопки сливаем еще одного. Здесь викинга гром открывается под нас. У нас есть открытие еще от двух оппонентов. Даем им шикарную сосулю по четверочке. Хорошо, две минутки до конца. И у нас уже 40 килов есть. 40 килов, ребяточки, уже имеется. Пробуем чуть-чуть подальше откатиться. Пробуем чуть-чуть подальше откатиться. Чуть-чуть пострейфить. Но все равно здесь не выживаю. 40 килов есть. Песяточку можно здесь выжать за две минутки. Попробуем это все дело реализовать. Хоппер там пытается улетать. И даже в минус не падает. Ничего себе. Даже в минус он не упал. Шикарная свадьянка. Но мне не хватает. Все равно здесь урончика. Доставка от оппонента уже оформляется. Пытаются, ребятки, камбэкать. Пытаются здесь камбэкнуть эту каточку. Еще и противничек здесь выжимает свои замечательные оудисы. Ловлю еще и какую-то минку непонятную. Так, ну и мне сейчас, наверное, даже можно и сыграть пассивненько от дефчика. Не отдать противнику здесь наш замечательный флаг. Ну и по сути мне надо еще два респа этого хоппера задефить. И победа будет в кармане. Ну по сути даже, наверное, один респ. Потому что на следующий респ у меня уже будет сосуля. Может даже уже и на этот респ будет сосуля. Сейчас посмотрим, как он поедет. Попробуем его, если что, сразу в приемочку. Обработать через право пытается. Пробуем сразу принимать его. Шикарно. Обрабатываем. На 0 хп оставляем. Сливаем. Так, ну и 40 секунд до конца. Я, в принципе, становлюсь в убойную дефовую позицию. Титанчик пытается ехать. Смотрим. Пока что все контролируем. Пока что максимальный контроль у нас по карте. Пока что максимальный контроль. Еще разочек сбриваем этого хоппера. Но, в принципе, если его контролить, да, если его контролить, то этот хоппер ничего абсолютно вообще не может сделать. Он ничего не сделает. Он просто будет улетать на респаун. И бесшансово проигрывать моменты. Хотя у него сейчас, кстати, есть тайминг на УОЗ. У меня есть сосулендра. Успею ли я дать ее, если он въедет в подборчик. А, его просто хантер здесь контролирует. Ливалову оформляет. Ему так. Ну и у меня есть еще сосулечка. А, хотел шикарную дать еще по викингу, но не успеваю. 44 килла. Шикарнейшая каточка. При том, что это большая, огромнейшая карта. На которой я сумел вот такое безумно вкусное количество киллов оформить. И, что самое главное, как я сказал, на практически, да мне кажется даже не то, что на практически, на любой карте Крусейдера вулкан с Пульсаром, с Гиперионом будет работать и давать настолько жесткую контентовую эффективность и приносить безумно большое количество прибыли, очков, ну и фарма кристаллов. Пишите, что вы думаете по поводу этой комбинации. Играли ли вы на ней. Что вы думаете по поводу этой комбины. Обязательно поддержите данный видос лайком, если вам понравилось. Подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Нажимайте на колокольчик, чтобы не искать новые видеоролики. Ну а с вами был Мистер Ванька. Всем, друзья, спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.